Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Итак, сегодня темой нашего сегодняшнего урока будет следующее. Решение проблемно-творческих задач про химии с этологическим содержанием. Вон мы выносим такую тему на сегодняшний урок. Как вы думаете, что будет являться целью нашего сегодняшнего урока? Так, давайте вместе подумаем. Закрепить умение решать задачи экологического значения. Так, еще кто может более четко сформулировать еще дополнение? Ну, нуки, что еще мы будем делать? Решать задачи. Так, еще. Применять теоретические знания для объяснения протезов, присоединяющих многих преподов. Совершенно верно. Значит, и так, цель нашего сегодняшнего урока будет значит, следующее. Решая задачи упражнения по химии, мы должны обобщить и систематизировать знания по экологическим проблемам в области охраны окружающей среды. И закрепить умение решать задачи разных типов. Умение решать задачи, написывать уравнения и расставлять коэффициенты. Так, следующее, пожалуйста. Значит, и эпидрофом, значит, к нашему уроку будут слова Николая Николаевича Семенова, который является химико-органиком. Все мы связываем с химической наукой прогресс по знанию окружающего мира. Новые методы его перестройки и усовершенствования. И не может быть в наших дней специалиста, который мог бы обойтись без знаний химии. То есть, химические знания в настоящее время ставятся во главу угла, особенно в проблемах охраны окружающей среды. Чем мы сегодня и даем. Так, кто может процитировать слова Антуана Сентель-Дюбери? Кто может прочитать? Аймина, пожалуйста. От тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Тебя невозможно описать. Тобой наслаждаются. Не ведая, что ты такое, нельзя сказать, что ты необходима для жизни. Ты сама живет. Не наполняешь нас радостью, которую не объяснит нашими чувствами. С тобой возвращаются к нам силы, с которыми мы уже простились. Вот во вей милости в нас вновь начинают гурлить высохшие ремки нашего сердца. Самое большое богатство Антеки. Так, спасибо большое. Так, давайте подумаем. О чем говорил Антуан Сентель-Дюбери? О чем это? Чему посвящены? Какие красивые слова? А зачем? Совершенно верно. Эти слова посвящены в воде. И как в настоящее время обстоит вопрос охраны водных ресурсов, мы сейчас увидим на следующем слайде. В 1969 году норвежский путешественник Тур Хердал отправился в путешествие на поверхность Лос-Киран. Его путь лежал через Атлантический океан. То, что он увидел в океане, поразило его. И Тур Хердал пишет. Мы отгоняли пластиковые сосуды, изделия из нейлона, пустые бутылки, консервные банки. Но особо бросался в глаза махнут. До самого горизонта поверхность моря отверняли черные корки махута, переченой с горошину, а иногда даже с картофелином. С какой серьезной экологической проблемой столкнулся путешественник? И как вы думаете, какая, давайте сначала обозначим проблему, и потом, как вы думаете, в настоящее время эта же проблема существует или нет? Нефтяное загрязнение. Да. Нефтяное загрязнение. Совершенно верно. Нефтяное загрязнение воды. Прошло более 50 лет. Как в настоящее время обстоят дела? Вельнече. Ну, пожалуйста, Ильяс. Вельнече, для катастрофы, танки, немцы покрывают огромные пространства, начавшие пленкой, свободно поступают в воду и, как следствие, в воде гигантскую живую. В связи с историей, но в основе бензина затронулся напал, зажигательное оружие, положительное для выражения живой силы и объекта. Оно состоит из жидкого выражающего бензина и керосина, и порошка загрузителя. Напал был одним из главных видов имейства оружия армий США, Кореи и Вьетнами. На земле, на земле, на земле, на Южном, на Вьетнаме, векарс, на Доми, векарс, на Доми, где больше и 10 тысяч тонн на полу. Спасибо большое. Спасибо. 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 Что еще? Стекло и цемент. Спасибо. Молодцы. Дальше. Назовите три вида минеральных удобрений по типу питательных элементов. Азотные, фосфорные и калийные. Ионы меди. Назовите формулу питьевой соды. Да, пожалуйста. Совершенно верно. И дальше. Назовите все продукты керамической промышленности. Так. С этого ряда. Три. 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 Так. Совершенно верно. Так. Пожалуйста. Давайте переходим к следующему заданию. Перелисните. Ну пожалуйста. Так. Значит. Итак. Приступаем к решению задач. Значит. Я вам раздала. Вот такие листочки. Значит. Близко учащивайте. Значит. Вы подпишите им. Запишите класс. Запишите число. Так. Значит. Данные вопросы, которые мы сегодня освещали в качестве разминки, они тоже у вас здесь записаны. И на этом, значит, лиске учащегося записаны все задачи, с которыми мы сегодня будем работать. В конце данного листа, значит, есть такая схемка рефлексия на уроке. Значит. Во время рефлексии на уроке вы должны отметить свое состояние, значит, галочкой, в каком состоянии вы сегодня находились во время урока, работали вы или не работали и так далее. Поэтому давайте начнем водопроводную работу. Так. И первое. Значит. С чем мы сталкиваемся? Почему происходит накопление углекислого газа в атмосфере? Почему происходит накопление углекислого газа в атмосфере? Так. Кто у нас? Углекислый газ. Углекислый газ. Углекислый газ. Здесь говорится о углероде и углекислом газе. Итак. У нас первое задание. Составьте уравнение химических реакций образования оксида углерода в результате сжигания топлива. Кто пойдет? Пожалуйста. Значит. Вот на две половиночки разделена доска. Еще кто-то пойдет записывать? Есть еще желающие записать? Так. Все. Вы начинаете работать на своих листах и записываем уравнение. Так. Но вы записываете самостоятельно. А затем проверяем. Так. Что у них получается? Так. И еще? А с два. А с два. А с два. А с два. Совершенно верно. Возле СО2 нужно везде поставить стрелочку вверх. Почему? Почему? Почему встали вверх? Совершенно верно. Потому что это газ. Обозначаем это все. Пишем на листиках. Обозначаем это все. Так. Так. Ну-ка давайте будем проверять. Значит, проверим у всех так или нет. Первое уравнение о чем говорит? Что это? Горение угля. Второе уравнение? Горение приозного газа. Так. Природный газ. Это у нас что будет? CH4. Это металл. Дальше. И C8H18 это что такое? Это горение бензина. Совершенно верно. Садись молодец. Не забудьте поставить стрелочки возле углекислого газа. Итак, давайте. Давайте еще раз проверим. Значит так. Проверяем. В результате реакции получается углекислый газ. Горение углем. Правильно отметил. Горение природного газа и горение бензина. Так. Проверяем и записываем. Если у кого-то коэффициенты не расставлены, расставляем коэффициенты. Итак, приступаем к следующему. Следующий слайд, пожалуйста. Нажмите. Так. Почему возникает... И сразу же задание нам, пожалуйста, еще. Возникает парниковый эффект. Почему возникает парниковый эффект. И смотрите сразу же задачи. Все ряды начинают решать задачу сначала. И давайте, кто нам озвучит слайд, почему возникает парниковый эффект. Кто выйдет у нас? Ну, пожалуйста. Все. Так. Вы все слушайте и начинаете решать задачу. Накупление кислого газа в атмосфере отдельно основных причин парникового эффекта. Регистый газ действует в атмосфере как стекло в аранжевере. Он пропускает солнечную радиацию и пропускает обратно в космосе подрастное исключение земли. Перескопы дворода разрушаются под действием кислот, которые образуются в атмосфере из продуктов сжигания топлива, выделяющийся в низкий газ усиливый парникового эффекта. Спасибо. Значит, на данном слайде обозначена проблема экологическая, которая называется парниковым эффектом. И задачу мы сейчас решаем. Сколько литров углекислого газа образуется при разложении 120 грамм известняка, в котором содержится 16% примесей? Кто уже... Так, ты можешь лечить, да? Давайте выходим из-за шеи. Так. Смел. Вот он. И я буду спирать. Ну, давай, мы же. Да, давайте сразу начнем. Давно вы запишете все в листочке. Давайте сразу начнем с уравнения реакций, чтобы у нас осталось время побольше решить заданий. Так. Так. Не забудьте написать на листочках дано. Что нам дано? Что нам дано? Нам дано масса известняка. Известня формула какая? Катится О3. Совершенно верно. Катится О3. Так. Все правильно. 16. Так. Откуда у нас делается цифра 84? Катится О3. Это 100%. И из них 16% примесей. Так. То есть чистого известняка при нем 84% до 50%. Так. Совершенно верно. Все правильно. Так. А пока... Кто уже решил задачу? Руку подняли? Так. Здесь все решили. Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так. Пока Кристина все это решает на досье. У вас решена задача? Давайте приступаем к следующему слайду. И потом проверим задачу Кристили. Так. Почему образуются кислотные дожди? Почему образуются кислотные дожди? Так. Ну, давайте озвучим эту проблему. Кто он у нас? Ну, пожалуйста. Главная причина кислотных дождей – присутствие в атмосфере гиоксида серы и гиоксида азота, которые в результате происходящих химических реакций превращаются в соответственно серные и азотные кислоты. Так. Совершенно верно. Спасибо большое. Итак, задание у нас следующего характера. Составьте уравнение химических реакций, приводящих к образованию кислотных дождей. На примере оксида серы. Составляете на своих лепточках ответ на этот вопрос, записываете уравнение реакций. Так. И затем мы выйдем и запишем ответ. Ответ. Так. Объем ТО2. Правильно. Все. Молодец. Так. Значит. Посмотрим на задачу, которую решила Кристина. Посмотрите, у нее задача решена верно. У кого не так, исправьте. И составляем ответы на следующее задание. У вас, значит, реакции, которые приводят к образованию кислотных дождей. Так. Вы проверили задачу. Все совпало? Так. У вас тоже все совпало, да? Так. И у вас все совпало. Так. Кто пойдет выполнять следующее задание по кислотным дождям? Так. Можешь полностью все стереть, задачу тоже стирать, потому что сейчас уже следующее задание будет на доске. Так. В составе уравнений химических реакций приводящих к образованию кислотных дождей. Значит, Алина нам сказала, что в атмосфере присутствует диоксид серы. Так. У буквы О только повыше. Повыше затенение до буквы С. Так. В первом тоже. Так. Так. Значит, кто уже записал, проверяем, что пишет на доске. Так. Ну, давай сначала уже разберем твои реакции. Что здесь записано? Так. 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 Аж 2-3 это что такое? Какая кислота? Аж 2-3, как называется? Сернистая кислота. Сернистая кислота, совершенно верно. И, соответственно, это будет какой газ? Сер... Сернистый газ. Дальше. Сернистый газ. Плюс кислород. Это до окисления. До высшей степени окисления. В результате получается... Ну, получается серный ангидрид или по-другому можно сказать аксид серый шестиварентный. Садись. Молодец. Спасибо. Так. Еще. Еще что мы можем записать по данному? Так. Ну, пожалуйста, Степан. Так. Записываем первые два уравнения и подписываем, как называются вещества. Обязательно. Записываем уравнения и подписываем, как называются вещества. Так. Значит, мы получили серный ангидрид, который изнутри. Так. Он тоже может раствориться в воде, да? То есть в тех дождях. Значит, эти газы находятся все в атмосфере. Проливается дождь. Мы его записываем, как вода. Значит, и происходит взаимодействие. В результате образуются кислоты. Так. Какая это кислота? Серная. Серная кислота. И на данном случае, в данном случае, смотрите, он объединил эти, значит, две реакции. И в результате это идет реакция до окисления сернистой кислоты и превращения ее в серную кислоту. Молодец. Спасибо. Так. Проверяем. Подписываем, где какие кислоты. Название. Вот здесь у вас на слайде можно проверить ответ с кислотами, но названий здесь нет, поэтому названия сами самостоятельно записывая. Самостоятельно записывая. Так. Пожалуйста, следующий нам слайд. Так. Нажмите нам еще. А, нет, уже вышла, да, задача? Так. Следующее задание. Ну, кто-нибудь с этой группы. Давайте прочитаем. Почему происходит натопление оксидов серы в атмосфере? Это как раз дополнение к решению предыдущей задачи. Давайте. Альвина опять, что ли? Давайте кто-нибудь другой. Давайте. Читайте. Ну, быстрее. В лиду подойдите. Активные серы попадают в окружающую среду, как естественный, как и детственный путем, так и в результате автополевной деятельности. В результате деятельности человека в атмосферу попадают в окружающую среду. Активные снижения. Снижение. Без очков, сколько видишь, да? В значительное количество соединений серы главным образом. Видите, где оксиды. Садитесь. Так. Кто хорошо видит? Давайте. Ну, пожалуйста. Среди источников. Среди источников этих серых, ягоделла вместе стоит уголь. Сжигаемое в зданиях и на экосистанциях, которое даст 70% от оборудовших выбросов. Оксиды также украсываются в атмосферу автомобилами и экосистанциями металлургическими заводами. И далее, очень важное замечание, смотрите, перед задачей. СО2 вызывает заболевания дыхательных путей человека. То есть мы должны об этом помнить, что, значит, газ, который выделяется металлургическими предприятиями, надо отметить, что, значит, серный и газ присутствуют и, значит, в атмосфере нашего города, значит, и он подобно влияет на дыхательные пути. Происходит раздражение, а если длительное пребывание в, значит, достаточном количестве СО2 может вызвать заболевания дыхательных путей. Итак, решаем задачу. Какой объем оксида серы 4-х варенда образуется при действии концентрированной серной кислоты на 32 грамма меги, если массовая доля выхода составляет 80%? Может, ты тоже решаешь? Так, кто идет эту задачу решать у доски? Кто идет эту задачу решать у доски? Ну, давайте уже, кто ее пойдет решать? Сразу же нужно начать решать. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, быстрей. Так. Вся группа твоя будет за тебя молить и тебе будет помогать. Так. Давай-давай-давай-давай. Пропусти ее, пожалуйста. Так. Все это задание стирает. Вы записываете, что дано, она начнет сразу с уравнения реакции. Она начнет сразу с уравнения реакции. Вы запишите, что дано. Значит, что нам дано? Масса меги 32 грамма и массовая доля выхода, омега выхода будет 80%. Значит, записываем уравнение реакции. Так. Мег взаимодействует с концентрированной серной кислотой. Плюс. Что там? АС. Ну-ну. АС-2С-4. Так. В результате получается вот что у нас? Ну? Купром АС-4 совершенно верно. Так. Быстрее только давайте. Плюс еще что у нас выделяется? Газ, который мы находим? СО. СО-2 и АС-2О, да? СО-2 и АС-2О. СО-2 стрелку вверх ставим. Обозначает, что это газ. Так. Давайте уравняем. Ну-ка, давайте поможем ей. Куда поставим какие коэффициенты? Передать АС-4 двойку. Передать АС-4 двойку и еще? Передать АС-2О. И передать АС-2О поставить двойку. Совершенно верно. Давайте теперь обозначим, что нам известно над уравнением реакции ставим. Над медью что поставим? 32 грамма. 32 грамма. 32 грамма. А внизу давайте сразу обозначим. Сколько? 64 грамм на море. 64 сразу грамм на море. Так. Дальше. Что нам следует узнать? Это два верхового. Икс. Чего? Литра, да? Литра. Если мы вверху обозначили литры, значит внизу что запишем? Объем. Объем. Какой? 22,4 литра. 22,4 литра. Так. Вот мы теперь должны найти икс, записывая пропорцию. Так. 32 на 64. Просто цифрами не нужно подписывать графы. 32, ровно 32. 32 на 64 равно х на 22,4. Десятые. Так. Одни цифры только запишем. Следует. Что тут? Так. Быстрее. Быстрее. Давайте. Кто уже решил, что получается? Какой ответ в первом получается? 11,2 литра. Так. Это чего у нас? Скобочка. СО2. 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 Закрыли скобку. 11,2 литра это сколько процентов будет? 100. Это будет 100 процентов. Записываем. 11,2 это будет 100 процентов. Так. А 80 процентов соответственно будет х литров. Х. Так. Так. Ну отсюда теперь вывозим. Их сравит. Если вы переслили, то значит на 10 будет поставить. Так. Чему будет равен? 11,2 мы умножаем на 80 и 10. Присните нам, пожалуйста, в следующий слайд. Так. Потому что уже все почти решили. Так. И делим на 100. Ну и можно сократить. Сколько получается? 8,96 литра. 8,96 литра. Скобочка 602. И ответ пишешь. Так. Значит так. Следующая проблема. Следующая проблема или следующее задание. Почему стены кухни лучше поделить известью? Это бытовая наша проблема. Так. Кто нам может отлучить это? Так. Можете уже постоянно. Давай. Читаем. Что здесь? При сгорании. При сгорании. При сгорании. При сгорании. Газа. Газа. Газа образуется главным образом. Углечивший газ. И пары. Воду. Кроме того, при сгорании газа в количестве. Так. Кальcje в кальций. Кальция примесей может содержать серовый народ и в� threatens. Нам. Дадальше. Продукты в нел Yar не Zarain являются серовый вто и газ. Ну как « У нас основная задача обозначена именно в последнем абзаце. Подделка огашенной и свистил способствует химической очистке воздуха на кухне. И так как гидрофиксация вступает во взаимодействие с вредными веществами или канцерогенными веществами, которые могут обрадовываться, когда мы сжарим, варим, парим и так далее. Так вот, нужно написать уравнение реакций, которые протекают при химической очистке воздуха в результате взаимодействия извести с вредными веществами. То есть мы записываем химические реакции как бы обеззараживания нашего воздуха, которые образуются у нас на кухне. Кто пойдет писать? Кто пойдет писать уравнение реакций? Так, ну давайте с этой командой кто-то, Алина, давай. Что-то сидим прямо, никто даже не это. Так, быстренько, быстренько, стирай. Так, вы обозначаете все реакции, записываете. И подписываете, главное, что в результате реакции образуется. Название веществ. Название веществ. Итак, значит, перелесните нам, пожалуйста, следующую задачу. А, ну ладно, потом задачу давайте. Так, пока Алина пишет уравнение, значит, мы приступаем к решению следующей задачи. И сейчас проверим у Алины. Так, кто уже записал уравнение, поднимите руки, чтобы я видела, потому что мы уже перейшли до следующей задачи. Так, еще работаем, да? Так. Так, пока Алина не видит, что в результате получается. Так. Смотрим, проверяем. Значит, кальций у А2Д она записала. Что это такое? Гидроксид кальция. Гидроксид кальция. По-другому как его можно назвать? А? Алина. Совершенно верно. Это будет горшоная известь. Так, давай, Алина, все посмотрим сначала, что ты написала. Ну, у тебя правильно написано было? Почему? Так. Давайте включите нам, пожалуйста, ответ. Так. Было СО2 вот здесь. СО2 вот здесь. Потому что серный газ у нас присутствует. Значит, горшоная известь взаимодействует с углекислым газом. В результате что получается? Кальций-СО3 это что такое? Кальций-СО3. Но, карбонат кальция, правильно, карбонат кальция и вода. Значит, после побелки у нас на стенах, значит, у кухни любого помещения, получается, значит, горшоная известь взаимодействует с углекислым газом, то есть она впитывает этот углекислый газ, и на стенах у нас образуется карбонат кальция. Кальций-СО3 стрелочку не спасать, потому что это у нас выпадает на декорация. Так, дальше. Также, значит, в воздухе присутствует, как всегда, небольшое количество сернистого газа, СО2. Значит, СО2 при взаимодействии с горшоной извести образует... Чего? Кальция. Совершенно верно. Образует гидрофультик кальция. Так, проверяем все, правильно записано или неправильно. Если есть какие-то ошибки, исправляем. Подписываем название всех веществ на листочке. Так, ну и теперь нам дадать следующая задача. Так, кто у нас хорошо видит? Ну, пожалуйста. Так, давайте сначала отрочитаем вас здесь, что написано. В районе техномышленности минорадной трехсловной осадки вызвана технобиетами, выбросами общей серы и азота, автомобильной электростанцией, металлогическими заводами. В результате завода и металлогического завода, возгружающей среды, выбрасывает об расчет количества общей серы, которые... Так, то есть он в дальнейшем превращает, он претерпевает следующее превращение и превращается в серную кислоту. Значит, поэтому над промышленными предприятиями у вас, как на рисунке показано, проливаются кислотные дожди. Итак, следующее задание. Значит, для окисления оксида серы 4-х валентной взяли кислород, значит, 112 литров при нормальном условии, и получились 760 грамм оксида серы уже 6-ти валентной. Было 4-х валентной, стало 6-ти валентной. Почему равен выход продукта в процентах атеретически возможного? Кто пойдет к эту задачу, человек? Айда Влада. Так, значит, мы решаем ее на листочке и затем все вместе проверим. Так, у нас осталось ровно 5 минут. Так. Так, вот он вверх. Так. Я вам даю ровно 2 минуты, чтобы решить эту задачу. Давайте ускоримся, чтобы закончить урок. Так, давай того не будем записывать сразу. Запишем решение. Да, ну, вы сами запишите на листочке. Так. 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 Так, все, решаем, решаем. Здесь будет сколько? Значит, нам нужно для дарокисления серы и нормального кислорода получились. Так, все правильно. Грамма здесь. Так. 112 на 22,4. И х на 80. Чем уральник выход. Так, давайте. Кто уже быстро решил это все? Кого приблизительно есть ответ? Есть, да? 2,7,4. Так, 800 это будет 100% совершенно верно. А 760 будет х%. Так, 760 х процентов умножить на 100 и разделить на 800. Нули сокращай. Так. Все, сколько примерно получается это? 95? 95 процентов. 95 процентов. Пишешь ответ. Ответ. 95 процентов. Значит, выход составляет 95 процентов. Выход составляет 95 процентов. Спасибо, Влада, что от Кирошина и Мистера. Так. Значит, заканчиваем все на своих листах. Проверяем все. И у нас урок походе в концу. Можно в следующем слайде? Так. Все. Так. Значит, мы с вами сидели по группам, да? Значит, давайте обсудим. Кои с этим мы проблемами мы столкнулись. И кто у нас хорошо работал, и кто какое участие принимал в уроке. Так. Ну, пожалуйста. Кто? Давайте начнем. Ну, пожалуйста, Кур. Давай. Как ты считаешь, кто у нас хорошо работал в уроке, и кто в этой группе заслуживает похвалы? Настя, Алмаз и Кристина. Так. Значит, еще принимал в участие? Фатима и Кирилл. Фатима и Кирилл. Единственное, что ты у нас делал, это что? Прочитал. Прочитал, значит, информацию о, значит, по источнику о экологических проблемах. Давайте. Какие вы заслужили эти оценки? Как вы считаете? Мне кажется, все хорошо работали в нашей группе. И заслуживает? Хорошие оценки. Хорошие оценки. Так, все правильно, спасибо. У вас кто в группе лучше всех работал? Влада, Степа, Настя. Значит, вы, вам придется подтянуться, потому что вы только отвечали на вопросы, не поднимали руки. Здесь вам такое замечание. Значит, вы заслуживаете тоже очень хороших оценок. Значит, я почему не называю вам оценки? Я поставлю вам оценки после того, как проверим ваши вот эти вот листы, и вы, и выставлю вам абсолютно всем оценки. Так, в данной группе я просто сама хочу поблагодарить Алину, Ильяса, но и девочки, которые принимали участие в уроке. Так, у вас на листочках обозначена рефлексия, жалочками отметьте и сдайте мне листочки. На этом наш урок окончен.